В последние месяцы объем новостей, так или иначе связанных с российскими оружейными системами, заметно увеличился. Причем сообщения эти мягко говоря не сулят ничего хорошего за всегдатаем кремлевских кабинетов. То картонная армата стала слишком дорогой для Рахляндии, то бедные инженеры Туполева не могут привинтить очередную вундервафлю к устаревшим Ту-160, то новейший автомат АК-12 на деле окажется китайским ширпотребом, который ломается при первом нажатии на курок. Но все это цветочки по сравнению с глобальными проблемами, настигшими Путина на мировом рынке вооружений. Мы уже рассказывали про серьезное падение спроса на российские оружейные системы и просадку экспортных договоров Мордора на 22%. Основной удар нанесла Индия, но немаловажными точечными оплеухами отметились и Азербайджан с Турцией. Россияне внезапно для себя обнаружили, что их продукция, кроме стран Африки и армянских их там нетов, никому особо не нужна. И в этом плане власти Баку являются прекрасным примером того, как отказ от сотрудничества с регионом животворящего валежника позволяет выйти на кардинальный иной уровень развития ВПК. В одном из прошлых выпусков мы отмечали, что Азербайджан положил болт на устаревшие военные технологии Запоребрика. На данный момент более 80% импортируемых видов вооружений этой страны приходится на Израиль и Турцию. И вот на днях стало известно, что Баку запускает совместное с Израилем предприятие по разработке и производству высокотехнологичного оружия. Военная компания Meteor Aerospace и бакинская судостроительная компания создали фирму «Каспийский метеор». Основная задача – обеспечить Азербайджан передовыми разработками в области беспилотных систем на море, суше и в небе. Казалось бы, эту новость Москва может пропустить мимо ушей. Но мы все прекрасно помним, как израильские дроны-камикадзе сокрушили российскую сеть ПВО. Тогда в путинский рай отправились десятки установок ОСА, БУК, Триумф, С-300 и прочая гордость Кремля. Поэтому московские бобры так боятся дальнейшего углубления израильско-азербайджанских отношений. Даже на ранних этапах работы Каспийского метеора Баку получает доступ к разработке тяжелого беспилотника «Импакт-1400». Цифры в данном случае говорят о максимальной полезной нагрузке – 1,4 тонны. Представьте себе ужас армяно-российских террористов, когда на арене появится боевая модификация этого аппарата, которая несет почти тонну высокоточных боеприпасов. От таких презентов не спрятаться. Есть и более интересные плоды совместной компании, например, беспилотный наземный комплекс «Рэмбоу» и катер «Орка», который в свое время наделал немало шума на оружейных выставках. Но главным гвоздем программы являются ударные системы «Метеор Аэроспейс». Речь идет о баражирующем боеприпасе «Мерлоу». Это своеобразный аналог тех самых дронов-камикадзе, которые утилизировали российскую сеть ПВО в Армении. Такие подарочки могут на протяжении нескольких часов висеть в воздухе, дожидаясь подходящей цели. За наведение отвечает искусственный интеллект, однако оператор всегда может перейти на ручное управление. Если Азербайджан наладит производство подобных боеприпасов, это станет сильнейшим ударом для РФИ. Нельзя также упустить из виду еще один продукт – Каспийского метеора, который представляет огромный интерес для Баку. Это многоцелевая крылатая ракета «Комет», способная уничтожать как наземные цели, так и надводные. Данные по дальности полета засекречены, однако эксперты полагают, что этот показатель варьируется в пределах 300-400 км. Но самое важное здесь – относительная дешевизна при широких возможностях. Дело в том, что одним из ключевых факторов победы Азербайджана в Нагорном Карабахе стало применение недорогих, по военным меркам, систем. Тот самый случай, когда дрон стоимостью в сотню тысяч долларов хоронит танк, чья цена составляет несколько миллионов долларов. Отличным примером также является турецкий Байрактар Ти-Би-2. Прошлой весной он принял участие в военной операции в Сирии, уничтожив 50 систем ПВО, 150 танков и сотни единиц другой техники московитов. При этом за время боевых действий было потеряно всего два беспилотника. Они стоили порядка десяти, а враг потерял техники по самым скромным подсчетам на 500 миллионов долларов. Несложно догадаться, что Турция и Азербайджан следуют именно такой тактике применения боевых систем, когда Россия расплачивается за свою агрессию миллиардами. Возможно, Украине тоже стоит задуматься о подобной тактике, а пока мы можем только порадоваться за наших друзей из Баку и Анкары.